Ну, наверное, из старой команды много ребят, так скажем, старых я имею в виду, когда я познакомился первый раз с вами, а сейчас вижу, всех приветствую, конечно, также приветствую всех тех, которые потом присоединились, но хочу сказать, что редко у меня было вообще такое ощущение, ну, гормонально все было, честно, вот, было супер, я работал с удовольствием, и спасибо вам, и тогда я сказал спасибо, и сейчас, даже вот сейчас я вчера думал сегодня, какие-то фотографии там, если у кого-то там сохранились, остались, я с удовольствием их себе возьму, пришлите там, скидывайте там на мою мессенджер и так далее, ну, если есть. А так, я, как всегда, ребята, вот, хочу сказать, или я не делаю, или если я за что-то взялся, так скажем, дать какую-то информацию, Бог меня дал возможности делиться с советом каким-то своим, да, я с удовольствием вложу сюда всю свою душу, пожалуйста, вы можете быть спокойны, что я очень искренний, откровенный человек, и, конечно, формат, если будете спрашивать заранее, то, что вас интересует, это сократить наше время, я не буду, так скажем, лично говорить, а отвечать на ваши интересующиеся вопросы. В сетевом бизнесе меня привел отчаяние, то есть у меня была очень тяжелая ситуация, я был уже взрослым, мне было 32 года, вот, я создал семью, и плюс вот еще добавилась семейная ответственность. Вообще человек, если не ответственный, он никуда не годен, он, понимаете, то есть я вот даже в семье маленьким всегда, ну, потом я по наблюдению, меня слышно хорошо, да, я, или нормально все, да, вот, надо, надо что-то, чтобы человеку беспокоить, плохая жизнь, но мне не все равно, никогда не было все равно, ну, как я живу, что я кушаю, кто мои друзья, там, или, например, куда я хожу и не хожу, ну, в общем, все дела. Вот, ну, одним словом, всегда хотел жить хорошо, но я не видел перспективу. Перспектива когда-то была сдать экзамен в университете, ну, я его сдал после армии, правда, но все равно я так человек упертый, и я там, в общем, закончил это. Кстати, потом оказалось, что нет никакой перспективы, да, так живут многие люди, что-то вроде видят, что-то вроде ждут, а потом наступает разочарование. То же самое сегодня профессиональным глазом, я сегодня не могу вернуть, ко мне приходит человек и говорит, вот я там три года поработал в такой компании, потом он закрылся, развалился, или там поменяли какие-то маркетинг-планы, худшую сторону, и вообще деньги, ну, пригласили на других условиях, а потом, я говорю, тогда ты видел перспективу, я тебе эти годы не могу вернуть, но не все у тебя потеряно, если ты работал, у тебя есть опыт, и это тебе пригодится, ну, или там, пятое-десятое. Вот, и в сетевом бизнесе меня привел разочарование, я помню 100 долларов, которых не мог в голове потратить. Для меня это были сумасшедшие деньги, потому что я смотрел, как не хватает денег, вообще не хватает денег в обществе, и все было дешево. Погрузились, могу сказать, что в последний день тоже все дешево. Я вот сравниваю это с Стамбулом, там, сравниваю там с Баку, Баку, я не знаю, похуже, чем Стамбул по деньгам, да, то есть я видел дорогие города, ну, мы очень много путешествуем там с женой, и я вижу, что такое евро, это евро, это, не знаю, это как снег на солнце, то есть быстро тает, уходит, ну, все евро, 100 евро уже не деньги, вот. И для меня 100 долларов, это были такие деньги сумасшедшие, но я вообще везучий человек, я считаю, что я везучий человек, потому что вот я наблюдаю за своей жизнью, какие-то вещи происходят, абсолютно в тот момент мне не нравившиеся, ненужные вещи, но потом, когда я обнаруживаю, что оказалось, это не было случайно, какая-то сила меня куда-то привел, я могу сказать, что меня вот какие-то, не знаю, ангел-хранитель, или как это назвать, какая-то добрая сила, космическая, может, или кто как хочет назвать, меня привел в сетевом бизнесе, разочарованного от жизни человека. Вот. Я всегда шучу, что такое серьезные деньги, типа, долги. Это когда уже никто не одарживает. Вот у меня были серьезные долги. Ну, люди, мои знакомые знали, что я ничего не верну. Ну, не потому что не хочу, нет возможности. Вот. И газета валялась в маршрутке, где одна всего лампочка светила, старая маршрутка какая-то разваленная, и дороги разваленные, и кто-то оставил открытую газету. Вот так открытую газету, где я даже не обратил внимания, но с ручкой было обведено дополнительный заработок, в тот момент я работал, и я просто взял эту чужую газету, я не люблю газеты читать. Я могу, ну, полистать в журнал, там, книги читать люблю, там, но газеты никогда я в руки даже не держал, даже спортивные. Вот. А эту газету чужую я взял, и вышел из маршрутки, и позвонил, и попал на презентацию компании Гербалайф. Вот. Где я семь лет проработал, и научился выживать, научился, ну, проявлять характер, хотя мы ничего не купили за это семь лет, но я знал, что в сетевом бизнесе можно стать миллионером. Я знал уже, что... Ну, я с самого начала влюбился в это дело, но там, конечно, нужны технологии. Обычно в сетевом бизнесе люди приходят с энтузиазмом, потом наступает знание, а потом они понимают, что не так все легко, и потом, ну, или остаются, или уходят. То есть я решил, что это дело серьезное. Ну, тем более тогда я за эти семь лет прочитал очень много книг, я получил другое образование, чем советское в тот момент. Вот. Сегодня я хочу сказать, ребята, что разочарование иногда очень сильная мотивация. Очень сильная мотивация. Ну, конечно, нежелательно, но... Я вот встречаюсь с людьми, у которых там... Ну, родители там где-то в автокатастрофе. Я встречаю людей, у которых там... Взрослые люди, которые бизнес начали и оказались... Ну, кто-то их кинул или там что-то случилось. Разочарование иногда полезная вещь. Ну, в хорошем смысле. Нежелательно, конечно, но... Пусть... Если вас что-то разочарует... А знаете, я не помню, один из умных людей сказал, что если что-то не так складывается, значит, для вас природа готовит что-то хорошее. Не бойтесь, типа, вот. Вот поэтому меня бизнес привел разочаровать. Но потом я влюбился в это дело. Это профессия моей жизни. Сегодня я вижу столько плюсов. Я вот себя вижу даже со стороны. Вот как жал, что была бы моя жизнь, такую несчастную жизнь, даже при многих деньгах, в два раза больше, чем я сейчас зарабатываю, к примеру. Если бы я не ощущал бы вот это приятное, вот это наслаждение жизни, когда кто-то меня в Волгове ждет, кто-то меня ждет в Стамбуле, кто-то... Понимаете, у меня много друзей, я свободный человек. Вот, знаете, вот, ну, сейчас я немножко коронавирусом этим поборолся. Вот, и я хотел проверить свою иммунную систему там и немножко переболел. Но столько ребят звонили, откуда они узнали? Оказывается, голос не понравился моему там партнеру, который всем сказал, что давай жену звонить, давай там узнаваться, он не скажет, что... Ну, то есть, кто пережил без... переживал без меня? Вот при такой свободе, сейчас 100% локдаун в Грузии, все закрыто, все заводы, все, все сейчас теряют деньги, с ума сойти, уже люди на улице выходят, потому что очень сильная эпидемия. И... А я сижу дома, получаю деньги, нам достичь нас, ну, откуда, за что такие деньги, да, то есть... И все, и все, то есть, место взятое, куда хочу, туда пойду, то есть, у меня нету завода в ответственности, ну, имею в виду, перед начальством там все. Все это могло пройти мимо, если не сетевой маркетинг. Это уникальная система, это уникальная вещь. Я не говорю, что мои дети должны работать именно в Зельщине, но они видят, как я живу, они чувствуют эту свободу от меня каждый раз. Я уверен, они не будут работать на зарплате. Я знаю точно, они что-то придум... Ну, найдут какой-то способ такой, чтобы получать доход, а они работают на зарплате. Ну, хотя я никого не оскорбляю, ничего против не имею, кому что нравится. То же самое Гербанайф. Если кому-то нравится все время коктейль продавать и одеваться на галстук там, кто хочет похудеть, там что-то... Ради Бога! Я ничего против не имею. Я не хочу такой жизни. Я хочу вот то, что я когда-то создал, это мне приносит прибыль. И я хочу вот такую жизнь. А все мне доход-то... Сколько можно продавать? Ну, кому-то нравится, да пусть продает, ради Бога. Вот. Я просто беседуюсь на людьми, и иногда они даже не догадываются, для чего я с ними познакомился. Они не понимают. Я не считаю нужным. Может, я из 10 один ошибаюсь, или два. Но в основном, вот сколько раз себя проверял, а в другие ошибаюсь. И я говорю, ну, неужели ты деньги не хочешь? Неужели ты будешь вот так... Ну, говорит, что Бог дает? Да что Бог дает? Бог дает тебе здоровье, Он родил тебя на этом свете. Дальше шевелись, ну. Вот. Поэтому... Поэтому сетевая индустрия, это уникальная вещь. Это просто... Столько преимуществ я могу рассказать. Незнакомые люди со мной здороваются. У меня был случай в Баку. Ну, слышу, здравствуйте, да. Ну, я уже привыкший, там столько проработал. Я говорю, добрый день. А он, оказывается, по телефону здоровается. И на меня так посмотрел. То есть, он же не понимает, откуда я могу поздороваться с такой людьми. То есть, это роскошь, ребята. Честно. Люди узнают. Потом ты что-то там читаешь, кто-то подходит, говорит, а можно ваш автограф? Да, я вот думаю, кто я такой? Своим трудом там по чуть-чуть чего-то достиг, да. Но в десять раз больше люди работают где-то на другом месте. Книги пишут. У них автографии не берут. Столько артистов, столько всяких работников в искусстве там. Они незнакомые. А я и то, и не то. Но зато всем люди можно сфотографироваться. А вы, может, приедете там к нам в школу, там прочитайте. То есть, очень много роскоши в сетевом бизнесе. Очень много роскоши. Никакой мотивации нет. Вот у меня били случаи, когда спонсор приезжает, а мотивация нужна. Пока я границу перееду, эта мотивация проходит. Если ты не мотивирован и осознанно не приходишь в это дело, никто тебе не поможет. Какая мотивация? Ну, мотивируй меня. Что сейчас мне сейчас, Сергей Поляуяктов, мотивирует, что ли? Да никто меня не мотивирует, кроме себя самого. И вот, сейчас старшая дочка замуж вышла, я ему там, в квартиру, я говорю. Откуда я мог такое себе позволить? Я говорю, все, это, ну, такая хорошая квартира, супер. Такие дела, да, то есть, очень много. Помимо денег, обязательно найдется, кто больше меня зарабатывает. И в цинщине, и обычной жизни, и бедняков тысяча. Не надо сравнивать. Я этим не меряю. Я меряю тем, какое у меня ощущение каждый день. Никто за мной не гонится, никто во сне со мной, там где-то не спит вместе со мной, там с дурными мыслями. Я такой свободный человек. Нужен? Что-то хорошее, да. Да не хочешь, то ради Бога, я тебе уничтаю. Вот, люблю сетевой бизнес. Вот. И питаюсь, чтобы вы тоже полубили. Если еще не влюбились, все впереди, все хорошо. Это не значит, что вот я начал строить, и все построилось до самого космоса. Да и она разваливалась, и было много людей в структуре. Вообще, иногда вот у меня был один дистрибьютор, сейчас она Бронзовиле, и тот такой скромный пришел в восьмом поколении каком-то. Я там питался, питался, ну все, я уже, я думаю, ну все, пятка. Такая осталась, и он, Бронзовиле уже, там такие люди появились. Никто не знает, кто, кто, чего проявит, и какую структуру построить в окончательном итоге. Вот. Что еще, Саша? Супер, спасибо, спасибо. А чем вы занимались до, то есть получается, Тиенс, то есть вы семь лет работали в той компании, и результата не было, и вы пришли, получается, в этот бизнес. Уже осознанно получается. Да, 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 то есть, обычно, я считаю, что, вот у меня было два контракта, да, а одно на энтузиазме, а второе уже осознанно, уже понимая плюсы, минусы, там, взвешивал, и так далее, и так далее. Я могу сказать, сегодня, за, вот, 25-й год будет, в апреле, как я, в 2000-й, ну, до 2002-го года, я, ну, 2002-м я заключил контракт, до этого еще, кирбалай, ну, в общем, это 25 лет стажа в сетевом, в сетевом бизнесе, конкретно. Да, о сетевом бизнесе, но за это время, конечно, любой человек чему-то научится, да, тем более, я практик, я все время что-то делаю, я не сижу там на одном месте. Вот, хочу сказать, что Тенши нас будет кормить еще очень долго, я не знаю, это бизнес наших детей, внуков, это хороший бизнес, это, компания, раз уже вышла на все уровни мирового масштаба, не остановится, и у президента такие грамотные дети, сын растет, это будет продолжаться, это будет, нас кормить только, это я стопроцентно могу вам сказать, я увидел, может, это такое громкое заявление с моей стороны, и я, может, ошибаюсь, но я видел, и как компания начала развиваться, я видел, в 2002 году, какой был офис, какой сейчас есть, я видел результаты, я видел, вот сейчас компания все время добавляет разные направления, там GTMM, там сейчас новая платформа, и так далее, я вижу, что компания не сдается, она развивается, и это надолго, никто его не похоронит, потому что это приносит прибыль, это приносит прибыль государству, это приносит прибыль самому президенту, и всем, 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 конечно, это будет так продолжаться, не знаю, с чем сравнивать, но как Бельгейс не закроет сейчас свою компанию, ну или много там всяких разных владельцев хороших больших фирм, там, сейчас Тесла собирается в 2050 году увезти на Марс, то есть у людей есть перспектива, у Циньши есть перспектива, и об этом мы слышим, и это правда, и это компания, которая еще себя не проявила, еще он будет вот столько мы получили, а дальше вообще будет супер, вот, поэтому Циньши это хорошая компания на самом деле, вот, идеальной ситуации нигде нет, вот, сейчас для меня не идеально, то есть то, что мне не 20 лет, то есть, ну, понимаете, ситуации идеальной нет, но это хорошая компания, и супер, в любом случае, то есть, вы можете сравнить, потому что получается у вас второй проект, и если вы уже столько лет в Тиенс, то есть, вы поняли, что здесь есть некоторые преимущества, которые есть здесь, а не в той компании, круто, расскажите, вот, друзья, кстати, 25 лет в сетевом бизнесе, я прошу слушать, ну, каждое слово, потому что это очень большой опыт, как родственники, вот, когда вы начинали заниматься сетевым, еще я не услышал, чем вы занимались до компании, вы сейчас скажете, получается, до сетевого, чем вы занимались, и как родственники восприняли тот момент, что вы, там, 32 года начинаете заниматься каким-то сетевым, вот, какие были моменты, четыре года назад у меня умерла тетя, мамина сестра, и последнюю беседу, которую я помню, ну, ну, никто не ожидал, что она умрет, но царство небесное, хорошая, белосладкая женщина, все, она сказала, Имзари, вот, хотя бы сейчас у тебя есть деньги, хотя бы сейчас ты начал бы заниматься чем-то серьезным, то есть, не, ну, семья видит, что я на правильном пути, и что я зарабатываю, но, конечно, в начале это было не так, и, конечно, может, я сам сомневался, я просто, не знаю, внутренний голос или что-то, хотя я тоже там, тянул резину, то верил, то не верил, но, конечно, в итоге я понял, что, ну, пусть я что-то найду, как в семье было принято, серьезное, но это не мешает, то есть, я вообще пришел сюда за дополнительным заработком, дополнительным заработком, поэтому, пусть кто-нибудь скажет, что ему это мешает, но не хочешь купить продукт, не покупай, ну, не хочешь прийти на школе, ну, не приходи, но не бросай его, ну, что ты это, ну, бросай, когда ты найдешь более что-то перспективное, вот я лично сейчас, не знаю, в спорте я не стану уже чемпионом там, мира или чего-то, ну, вроде я тут тоже в науке там, ученым какие-то, ну, все, это я такой человек, и какая у меня перспектива, вот люди ходят и рвут туфли на тротуаре, простой вопрос, чего ты ищешь, может, то, что ты ищешь, не существует, может, это миф, может, это тебе так хочется, ты и воображаешь, но его же, раз ты вообразил, это же не значит, что кто-то тебе это даст, то есть, надо оценивать ситуацию, я вот, сейчас кто-то зайдет и скажет, Энзар, ты завтра будешь министром обороны там, в стране, я откажусь, я не умею, понимаете, то есть, ресурса нет, вот какая у тебя так, какой ресурс, таких дипломов, как у тебя, каждый третий сегодня имеет, вот я могу сказать, по Грузии, каждый четвертый грузин с высшим образованием, у меня тоже есть высшее образование, но на рынке труда, он стоит, ну, даже 100 долларов не стоит, 200-250 лари, а сколько людей сегодня живут на 250 лари и ждут, когда поменяется власть, но меняется оно через там, 4 или через 8 лет, ну, что это тебе приносит, опять не нравится, то есть, надо, надо быть, ну, хорошо, ты бил ребенка, ветер в голове, ладно, понятно, но, ты же должен когда-то поумнеть, не важно, что я тебе предлагаю, что ты ищешь, да ты сам не знаешь, что ты ищешь, вот, поэтому, есть, да, есть, я уже все, я образовался таким, я стал таким, и мне нравится, что я такой человек, что я не гну спину себе за копейки деньги каких-то там и так далее, и так далее, ну, изменится власть, жизнь людей станет лучше, там, более безопаснее, более, ну, там, такая комфортная, да, транспорт будет ходить почаще, да, ради Бога, кто против, все хотят, но, конкретно, ты вот, на что претендуешь, я еще раз говорю, твой диплом, он не кормит, сегодня диплом вообще не кормит, сегодня нужно знание, ты должен уметь продавать товар какой-то компании, ну, не важно, ты не продаешь, у тебя денег нет, там, в Украине то же самое, везде, везде, в Америке то же самое, ну, иди, заканчивай, ты там, этот какой-то, ну, дадут тебе, ну, да, зарплата у тебя будет побольше, но, какая разница, ты зарабатываешь 2000 долларов, например, и тратишь 2000 долларов, значит, ты бедный человек, у тебя же деньги не остались, разница в чем, ни в чем, или ты 100 долларов зарабатываешь, и хватит 100 долларов, хватает, ну, тяжело, экономно, там, 200 примерно, какая разница между этим, между этим, никакой, важно, сколько у тебя осталось, сколько осталось, круто, все, давай, веселым, чурю, я готов, хорошо, ну, еще немножко о грустном, и потом о веселом, скажите, вот, ну, смотря на вас, вот, кажется, что у вас, как бы, все получалось, были какие-то моменты, именно в начале бизнеса, когда вы понимали, что, вот, вот это не получается, это не получается, может, вообще были какие-то мысли, что, вот, сетевой это, ну, не для вас, может, вот, такие моменты, мне очень интересно, особенно, наверное, вот, в первом сетевом опыте, потому что, когда вы пришли в Тиенс, наверное, вы уже, как вы говорите, вдумчиво пришли в этот бизнес, а в начале, в сетевом, вот, были такие моменты? Конечно, я считаю, что, наверное, человек, который говорит, а у меня все получается, или он высокого мнения о себе, или, или он еще не замечает, не дошел до такого уровня, что он не должен это говорить. У меня, по сей день, есть вещи, которые не получаются. Иногда нервы, я некомпетентен, иногда, биваль, вот, я потом думаю, можно было получше, там, поступить, там, и фразу какую-то сказать. вот, я немножко так отклонюсь, знаете, вот, можно выстрелить, и человек ранен, и останется живым, сделают операцию, там, все остальное. Но я замечаю, тем более, на Кавказе у нас, ну, вот, люди более восприимчивые, я думаю, может, обидчивые, гордость лишняя, не излишняя. То есть, можно слово сказать и убить человека. От пули, может, останется живым, надо быть осторожным, ребят, надо быть, раз мы взяли за эту работу, это же не, это же не значит, что, это станок железный, ты его хоть включишь, хоть выключишь, надо быть осторожным. Я, наверное, больше всего потерял а если потерял вот некомпетентность в общении. Я по сей день его стараюсь развивать. Я по сей день стараюсь, ну, знаете, типа, надо, вот, Библия учит, ну, прощать, типа, вот, типа, прощать. я считаю, что воспримить человека, какой он есть, и прощать не придется. То есть, вот, ну, чего меня сейчас перевоспитывать? Ну, ты будешь потом обижаться, а потом будешь меня прощать. Да не надо меня прощать, ты просто или воспринимай меня, каким я есть, или, ну, тебе станет легче жить. Воспринимай людей, какие они есть. Вот и все. Кто-то говорит, ну, вот, там, циньщи, там, или, там, где-то, вот это не устраивает. Ну, или, или работай, извини, то есть, или, или уходи. Ну, что сейчас? Под тобой кто построится? Воспринимай. Дети, вот, у меня мальчик сейчас, уже с характером 15 лет, он уже человек, он давно, он просто возраст у него маленький, так скажем, да, то есть, ты его воспринимай, какой он есть, и старайся, чтобы его, там, где-то больше понимать. Соседу он переселится, что ли? Все, он соседу, он живет рядом. Или его воспринимай, какой я есть, или, вот, такая ситуация. Легче, чтобы было. Надо, вот, надо везде искать свое счастье. Вот, у меня нету цели сейчас больше зарабатывать, всякие статусы, там, ну, может, в самом начале, там, признание для меня, там, ну, для всех оно приятная вещь, тебе, там, где-то что-то поздравляют, там, президент, я, у меня, чуть сердце не выскочило, когда сказали, из Грузии, то есть, ну, я представил, как я свою страну, то есть, я, это было, ну, машина была, это, это, конечно, было приятно, мы первую машину, там, квартиру купили, у нас не было ничего, вот, но, и признание тогдашнее, это до сих пор меня кормит, это хорошая вещь, вот, но, для меня сегодня, неважно, сколько там прибавилось зарплаты, или там, недвижимость, или там, чего-то, вот, счастлив ли я сейчас, вот, в данный момент, да, честно скажу, мне приятно с вами общаться, хотя я вас не вижу, но я чувствую это, я вот виду с этой комнаты, увижу своих детей, счастлив ли я, честно, да, вот, ты старайся быть счастливым, ты один раз будешь жить, это день последний, твоей жизни, завтра будет другой, но сто лет пройдет, и ты уступишь место другому человеку, да, постарайся быть счастливым, постарайся ни с кем не воевать в голове, постарайся никого не исправлять в голове, освободись, вот, для меня, девиз жизни, это быть счастливым, то есть, девиз жизни быть счастливым, для кого что, для кого что, я не хочу зарабатывать столько денег, чтобы он меня, они потом сделали несчастливым, у кого много денег, у него много врагов, то есть, и он, чтобы его сохранить, делает все возможное, там, не знаю, готов, там, кто-то, там, не знаю, в общем, навредить, для меня это совсем другое, ну, возраст может, не знаю, может, раньше, 20 лет назад я так не думал, но сейчас мне хочется, рыбалка, там, охота, там, друзья, посидельки, все равно я кому-то оставлю это все, ну, через, там, я не знаю, еще 50, и так далее, но кому-то это, ну, и так далее, но, вот, а счастлив ли белья, пока я их собрал, этих денег, или там, чего-то достиг, там несчастные, и тут ты умер, какая разница, сколько у тебя денег, не важно, вот, ладно, супер, спасибо, спасибо, это я пофилософствовал, не, ну, на самом деле, это очень важно, потому что, помнишь, Мимино, вы такие вопросы задаете, неудобно отвечать, да, но это мое мнение, вот такое, да. Амзарий, скажите, пожалуйста, вот, к примеру, подключаются сейчас новичок, и на этом эфире тоже есть люди, которые, вот, недавно, да, неделю, или, там, месяц назад подключились в бизнес, вот, какие там, топ-4, топ-5 моментов вы бы пожелали новичку, вот, на старте, там, на что обратить внимание, там, может, на продукт, на быстрый старт, на мероприятие, или что, от ваших топ-5 пожеланий новичку на старте. Ну, чисто, вот, по сетевому, ну, это я так в общей сложности тут меня занес, я рассказал, ребята, вот, у всех есть свои законы, то есть, в бизнесе тоже, опять же, вот, ты не веришь, никто не поверит, да, то есть, ну, и так далее, и так далее, вы это все слышали уже на школах, даже, если человек пять дней назад пришел с ней, уже кто-то поработал, все брать. Я скажу, чуть выше, по, ну, как только ты сделал первый шаг, никогда не вынимать из продукта денег, никогда, да, вот, вот, я, когда начинаю работать, ну, из НДО, там, какие-то там, базовые школы, ну, конечно, я не настаиваю, но я беседую с человеком, так скажем, по-своему, я говорю, вот, у тебя сейчас, в этом продукте лежат деньги, вот, ты его продашь, и твоих денег ты вытащишь, так, потом, ты куда понесешь эти деньги, ты его потратишь, тебе надо, ну, раз ты человек такой, который, денег не хватало, поэтому пришел, и долго не работать, тем более, много чего накопилось, то, что тебе необходимо, надо купить, грубо говоря, да, то есть, ты побежал, и ты купил, на квалификационные деньги, которые ты вытащил, какую-то часть поел, какую-то часть, ты, ну, продал, так получилось, да, ты сделал продажу, все, или ты, вот, вот, иногда говорят, я маме помогу, типа, продукт, ты раздаешь, там, я не знаю, что-то вот, или он, говорит, да, не надо, бесплатно, но вот я тебе там деньги, а ты побежал, купишь себе там, я не знаю, там, рубашку платить, никогда не вынимать деньги из продукта, никогда, вот, если у тебя, есть доход, ты, ты их потрать, в крайнем случае, ну, как ты можешь потратить деньги, которые принадлежат продукту, завтра ты останешься без продукта, и без денег, а что ты, послезавтра, кому что предложишь, не терпится тебе вытащить эти деньги обратно, это хорошо, но ты его должен крутить, вот, я помню, когда я уходил на работу, в офис, и выходил я работать, у меня сумка была гербалаевская, если она была полная, все знали, что я ничего не продал, но если я приходил домой, с пустой сумкой, все знали, что туфли жмут, там, это надо, прямо уже все, жить невозможно, и я отдавал деньги, заработать 100 долларов, было сумасшедше, тяжело, а потратить, я их не видел, и на меня это влияло, отрицательно влияло, потом я быстро, поумнее, сделал продажу, снова зашел на склад, купил продукт, потом пришел домой, увидели, что какая была сумка полная, такая же и осталась, и перестали приставать, и я начал строить, у меня всегда была своя бухгалтерия, до сих пор есть, не потому, что я там чего-то, нет, от своей семьи у меня секретов нет, но, знаете, вот, или обижаются, или не верят, что это деньги тебе там, это для продукта, снова, иначе там, приходится объяснять, а они говорят, а когда нам дашь, а когда, ну, не продали все, пусто отдыхают, зато я потом, сюрприз сделаю, что-то сделаю, от своих возможностей, отношения к бизнесу, к бизнесу, никогда не вынимать деньги из продукта, второе, я никогда не сторонник того, что надо есть все продукты, вот я по сей день, за 25 лет работы, ну, сейчас кто-то меня скажет, ты веришь в себя, в этом бизнесе, ну, грубо, да, то есть, конечно, там, тысячу процентов, верю, уже давно, там, все хорошо, но перестаю кушать продукт, у меня что-то не хватает, вот я чувствую, что я не такой интересный собеседник, вот кушать продукт, я все время что-то кушаю, даже дома, если я что-то не съел, они у меня лежат, открытые все должны кушать продукт, все, я не съел, они тоже перестают кушать, ну, дети, мама, жена, Теша приезжала пару раз, тоже съела продукт, я говорю, надо по инструкции кушать сейчас, ну, такие дела, то есть, надо кушать продукт, это два, и, если мне спросить, что еще, это непрерывное обучение, Марк Твен сказал, что существует совсем небольшая разница между теми людьми, которые не умеют читать, и между теми, которые не читают, то есть, нету дня, чтобы я на полчаса, на 20 минут, я что-то не прочитал, это я чувствую сразу, на второй день мои друзья чувствуют близкие, а на третий день, после того, как я перестал читать, чувствуют все, в любом случае, у меня такое ощущение, ребята, непрерывное обучение, так быстро меняется сетевой бизнес, вы даже не представляете себе, вот сейчас мне тяжело, не было, во-первых, компьютеров, я когда сдавал экзамены, было вот, типа, компьютер, в общем, целую комнату занимал, ноутбук, он тоньше, чем тетрадка, ноутбук, настолько быстро все изменилось, сетевой бизнес, ребята, оно, один из его, ну, как его посчитать, хорошая сторона или плохая сторона, это все меняется быстро, все, вчерашний твой успех, сегодня, как, как вчерашняя газета, она никому не нужна сегодня, вот сейчас, я вот, когда пришел первый раз на презентации кербалаевской компании, включили музыку, и все хлопали, и никто не понял, все заключили контракты, вот попробуй сейчас это сделай, во-первых, никто не придет, а во-вторых, все скажут, ты что, больной, что ли? Сегодня оно не работает, даже пять лет назад, то, что я делал, сегодня практически не приносит денег, поэтому непрерывное обучение, непрерывно слушать видео, аудио, там всякие, это, спонсоры, ты почувствуешь, кто тебя питает, с хорошим знанием и выгодным для тебя навыком, ты почувствуешь, может, ты включишь в интернете, там какие-то супер, какой-то там мотиватор, но он тебя не кормит, ты почувствуешь сам, ты послушаешь какого-то там, не знаю, может, менее знакомого во всем мире, вот, вот я послушал Тони Робинса, супер мужик, но, знаете, как будто я все проходил, я, не, я не говорю, что он плохой, но все, что он говорит сегодня, это я как-то вот, оно во мне уже лежит, но я послушал там другого человека, столько нового, я научился там все, то есть, сперва, я не говорю, что я не буду слушать одного, а буду слушать второго, но первым долго, я послушаю того, кто меня питает, я по субботам обычно, ну, воскресенье стараюсь, ну, в церковь сходить, с семьей, или, ну, поздно стою, на следующий день воскресенья там, отдых у меня такой, да, ну, может на рыбалку, может, ну, разные вещи, а по субботам я смотрю фильмы, как многому можно научиться с хорошим фильмом, ну, не то, что там одни стреляют, всех, ну, не знаю, кому что привлекает, но в фильмах очень много смысла, тоже есть, хорошие фильмы, так, я услышу где-нибудь, я спрошу там, я или прочитаю, вот, учиться, надо искать знания, хороший сетевик должен учиться, ребят, извините, это профессия, это профессия, а знаете, вот у меня бьют случаи, это говорит, моя двоюродная сестра, у нее язык подвешен, я не помню, ни сестру, ни его уже не помню, они давно ушли уже, откуда пришли, здесь не нужен подвешен язык, наоборот, здесь надо много слушать, мало говорить, Бог нам дал один рот, два уха, понимаете, вот, поэтому непрерывное знание, это, я назвал бы пункт третий, и, ну, совершенствоваться, анализы проводить, и, это вот, четвертое, все время анализировать, ты, вот, через два года куда-то придешь, потом поймешь, что не туда шел, то есть, надо анализировать, и, пятое, обязательно, всегда надо свои компасы проверять, правильно ты к цели идешь, все время надо, вот, я сейчас с вами общаюсь, я завтра слушаю там, например, какого-то человека, или друг, у меня вот это, вот, мои друзья, вот, у меня вопрос, что это означает, само слово, друзья, мои друзья, это те люди, которые помогают мне достичь цели, то есть, я должен каждый день видеть, чего я хочу, вот, я должен видеть, чего я хочу, я хочу, не знаю, пожить еще в какой-нибудь другой стране, ну, никакой, я уже конкретно знаю, вот, знаете, очень большой роскошь в жизни, изучать, почувствовать, поучаствовать в культуре других народов, другой народ, ну, живет, и, ты там поживешь, ты, будешь чувствовать их праздники, их всякие истории, это большой роскошь, это, вот, я считаю так, вот, поэтому, поэтому, знаю, какую страну я хочу пожить, вот, было время, я хотел, я хотел в Италии пожить, я туда поехал, поработал, походил, где-то там, месяц, полтора, там, подписал людей, ну, свою работу я начал там нужных людей находить, потом я понял, что, я не хочу здесь жить. Иногда бывает, ты ошибешься в выборе, поэтому надо анализировать, и поэтому надо все время на свои цели смотреть, то, что ты проанализировал, и ты сегодня веришь, ты хочешь, правильно ты идешь, или ты, тебя куда-то занесло, и ты должен это заметить, то есть, ты человек, ты, вот, ты должен понимать, что завтрашний день, это другой день, а сегодня, это сегодня, вот, ну, и не знаю, там еще много чего, наверное, но я о себе сейчас рассказываю, вот, но хочу еще сказать, что 30 лет я другое думал, 40 другое, 50 другое, сейчас, я думаю больше о том, какая должна быть моя там 60-70, когда мне будет лет жизни, то есть, нет, деньгами все будет хорошо, я вот сейчас мы сдаем в квартире, это приносит прибыл, то есть, я практически, так, зарплаты особо не трогаю, ну, если мы что-то покупаем там, и так далее, большое, но я хочу, чтобы завтра я не переживал за своих детей, я хочу, чтобы они жили все хорошо, чтобы меня это не беспокоило, и тоже думаю над этим создавать свою такую хорошую старость, ну, не старость, я желаю жизнь, круто, круто, да, ну, вам будет, ребята, 40-50 лет, и, если кто-то вспомнит меня, наверное, поймет, что я хочу сказать, я не думал об этом, то, что сегодня я думал, 20 лет назад, 15 лет назад, вот, но нам, мы мечтали купить телевизор, было время, когда, моя цель была купить телевизор, ну, а квартиру купить, там, это, сейчас надо позвонить, чтобы, ты дома, не дома, там, своей дочке, так, тоже, потому что надо пройти, там, пару квартир, там, все, комнат, время, все хорошо, это случайно не бывает, меня говорят, повезло, ну, как повезло, повезло один раз, мне дорогу кто-то показал, но везти дальше, ты должен сам себе все строить, и много раз было случаев, когда я думал, что я связался с этим сетевым бизнесом, я даже до такой степени ревновал, что в Америке, кто книги написал, американские там авторы, это, чтобы меня обманивать без конца, то есть, ну, ладно, там спонсор обманивает, люди его обманивают, все обманивают, и американцы все, и тут, я думаю, у них связь, те пишут, именно то, что мне надо, и мотивируют меня, это они между собой связаны, ну, конечно, все глупо, блин, кстати, я тоже подобные, ну, я даже не думал, что, ну, кто-то тоже такое думает, я тоже думал, ну, неужели все эти книги, которые написали множество людей, они как бы специально написали, что мы этим занимались, вот реально, это прикол, но у меня тоже такое было, да, круто, да, есть такое, да, Эмзари, еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот, к примеру, вот у нас скоро тоже, главное, можно так сказать, бизнес-событие, у вас еще локдаун, но мы уже, у нас локдаун завершен, и мы сейчас готовимся к оффлайн-событию, оно будет где-то через месяц у нас, да, в нашем новом регионе, и такой вопрос, как бизнес-события, вот, влияли на ваш бизнес? Может быть, были какие-то истории, моменты, примеры, потому что, вот сейчас тоже очень много новичков, может еще кто-то думает, надо ехать, не надо ехать, вот, конкретно в вашем бизнесе, бизнес-событие, какое место? Я понял вопрос, Александр, дело в том, что в общей сложности, конечно, надо, и этот вопрос даже не обсуждается, ты должен увидеть картинку, и это мотивирует, меня самому мотивирует, по сей день, почему я на всех мероприятиях мирового масштаба компания проводит, я участвую там, и так далее, сама, сама мотивация нужна, да, то есть, картинка нужна, но, что касается, например, в конкретном случае, иногда оно на людей отрицательно работает, есть такие тоже моменты, когда, вот ты пригласил, и ты думаешь, что раз он до мероприятия дошел, он потом контракт обязательно заключит, или там, дальше продвинется, нет, наоборот, на него это все повлияло, то есть, он не воспринимает шоу-бизнес, он, и так далее, и так далее, но, доверно, сто процентов общей сложности работает положительно, и, я еще раз говорю, на меня самому влияет это очень положительно, во-первых, я обязательно попаду на какую-то школу богатых людей, ну, на второй день, в любом случае, эти люди зарабатывают гораздо больше, чем я, да, это раз, и у богатых людей чему-то обязательно надо, можно научиться, если у тебя на это желание есть, настрой есть, и понимаешь, что ты должен учиться там все остальное, это раз, а во-вторых, ты, если не умеешь, твое воображение тебе не позволяет представить себя на месте, на сцене этого человека через какое-то время, ну, бросай это дело, ну, поеди на заводе где-нибудь поработаешь, а что, без тысячи люди не живут, что ли, живут, но, тебе не возбуждает признание, тебе не возбуждает, вот, первое, что я понял, я тогда еще по-русски не разговаривал, я просто понял одну вещь, что эти люди смогли, когда-то я тоже смогу, вот это, это я точно помню, я почувствовал прям это, то есть, я уже стал успешным, я уже стал каким-то счастливым человеком, на мероприятии надо ходить, а кого лучше слушать, неудачников или успешных людей, люди, которые полны с энтузиазмом или люди, которые давно уже опустили руки и плевут по течению, конечно, разные вещи, небо и земля, вот, поэтому нельзя экономить деньги, типа, вот, я помню, я занимал, занимал деньги иногда, это по гербалайфу в основном, я быстро начал зарабатывать, вот, и я шел на мероприятие, и это меня сохранило в этом бизнесе до большого успеха, ну, и что, что я сегодня неуспешный, ну, и что, что у меня сегодня нету 10 тысяч чеков, к примеру, но до нее же надо дойти как-нибудь, до нее же надо как-то доползти, а это тебе помогает, тебе помогает, тебе толкает, тебе продвигает, вот, даже если ты включаешь машину на сцене, только цветы какие-то приносят тебе, до сих пор мурашки на телес, и вот, и что, это же так приятно, это в зале столько людей, и там, я не знаю, тысяча человек, и там, я не знаю, 500, и ты среди тех, которые, как это тебя не вдохновляет, что, мертвый, что ли, поэтому ищи вдохновение, ищи, ищи положительную энергию, ищи позитива, и ты преуспеешь когда-то, если, если бы у меня били мне деньги, если бы у меня и у меня были несколько заводов, я вообще не пришел мне на этой презентации, значит, там это было дополнительный заработок, крест и долг, но, шаг за шагом, мероприятие на мероприятие, нельзя пропускать, вот я сейчас стараюсь как-то сделать так, чтобы вам было приятно, хорошо, но ты настроен, ну, приведи какого-то грузина, это, наверное, он специально вопросы задает ему, ради Бога, это твое право, ты можешь так думать, но ты же знаешь, что ты там останешься, где ты был, тебе хорошо там живется, тогда не слушай, живи так же, вот, я слушал очень многих людей, свои компании предлагали, рисовали, во-первых, там две причины, а вдруг я его смогу к себе забрать, а второе, я уважаю его труд, я знаю, что такой разочарованный, разочарованный, когда дела не идут плохо, я обязательно вдохновлю, я говорю, хороший проект, сейчас я зарабатываю, я никогда не грублю, я просто скажу, что, знаешь, если ты так будешь продолжаться, ты станешь успешнее, чем я, сегодня у меня куча денег, все хорошо, я вот на этой машине приехал, вот, если ты на этой стороне идешь, хочешь, я тебе подброшу, ну я туда не иду, но я его подброшу, понимаешь, пусть почувствует, понимаешь, и так далее, и так далее, вот, ну это всякие там технологии работают, вот, я сперва задаю вопрос, сколько времени он в бизнесе, там, то, если считаю нужный, если он крутой там какой-то, ну и считаю, что его невозможно забрать, ну я скажу, я за, но если смотрю, что новичок и уже немножко крылья появились, завтра он ко мне, надо слушать, всех надо слушать. Круто, круто. Фух, спасибо. Так, у нас еще немножко эфирного, эфирного времени, еще несколько вопросов я задам. Смотрите, сейчас такое время, да, вот, что каждый развивает свой персональный бренд в том числе, вот, как вы к этому относитесь, потому что, вот, вы правильно сказали, что время немножко поменялось, вот, и были одни технологии, как можно было работать, сейчас другие технологии. Вот, ваше мнение, ваше отношение к тому, почему надо развивать персональный бренд, вот, конкретно в сетевом бизнесе, вот, есть такое высказывание, мы часто о нем говорим, что люди приходят на людей. Вот, ваше мнение насчет этого, что бы вы порекомендовали тоже менеджерам сетевого бизнеса насчет развития персонального бренда, почему это важно. Саша, вот смотри, сейчас вот такой вопрос задаешь, очень важный, очень глобальный вопрос. это основа нашего дела, основа вообще вот деятельности человека в любой сфере, я могу сказать. Генри Форд, кстати, его деньги были больше, чем Билла Гейтса, то есть по покупательной способности. Это было гение, это было какое-то проявление, я вот его недавно читал, его книгу, но я его читал раньше, и не обратил внимания, сейчас прочитал, больше стал понимать. Мои мысли и достижения, есть такая книга, Генри Форд. он первую машину, первую машину отца разобрал и собрал. То есть магнат автомобильного бизнеса, да, то есть начинал с чего? Папиную машину в гараже разобрал и собрал снова. то есть если сегодня мой коньок общения и мне тяжело работать по интернету, я честно скажу, ну, нет, ну как тяжело, это легче, это гораздо легче, но я привыкший и мне перестраиваться было очень сложно, тем более первые вот полгода. Все по интернету, все, нельзя выходить, сидишь дома, это не мое. Мое это посмотреть в глаза и его разболтать. Я еще раз говорю, это вот огромное удовольствие общение с людьми, тем более, когда ты знаешь, что предлагаешь и кто он такой. Ты читаешь его, это супер. Но это сам по себе не пришел. Знаете, как я его начал? У меня не было денег на рекламу. Все работали на рекламу. Я работал на теплере, так скажем, познакомиться, а потом себе его заинтересовать. То есть, что касается, например, вот почему это глобальный вопрос. Вот у меня есть люди в структуре и кто-то там раскрывает крылья. Это мой будущий лидер, это самостоятельный мой человек, хороший человек, но он может тянуться в долги и бросить этот бизнес. Поэтому я должен контролировать все время его офис, если он офис снял, или если он общается с людьми, с какими людьми он общается, дать ему технологии. Вот, например, ему 100 человек сказали, не хочу я твой бизнес, все это ерунда, это вчерашний день, давно уже закрылся, тебя тоже скоро закроют, и сто раз это одно и то же повторяется. Влияет на любого человека. Вот на меня, на тебя тоже будет влиять. Отрицательно. Поэтому я должен контролировать, выживает он или задыхается в этих своих там технологиях, бренде свое. Поэтому я считаю, что лидером большим никогда не станет, если он не будет сегодня питаться, начать что-то свое. Почему я выжил в этом бизнесе? Дело в том, что я научился снять с себя комплекс, остановить, разговаривать с человеком. Разговорить с человеком сегодня для меня тысячу раз легче, чем искать каких-то потенциальных дистрибьюторов, клиентов по интернету. Мои технологии сегодня они работают и всегда будут работать. Какой бы ни был интернет, и вот сейчас мы общаемся, у нас нету расстояния, мы видим друг друга, живого общения это никогда не заменит. Вы представляете себе, вы в зале, и я тут выхожу, и целое дело. это незаменимо, это вот сколько бы ни было вот таких встреч и так далее, и так далее. Поэтому спонсор должен расспрашивать в хорошем смысле, проверять в хорошем смысле, что этот человек делает, но дать ему возможности дальше развиваться и иметь свое. Если ты хочешь когда-нибудь, чтобы он работал самостоятельно, чтобы ты получал деньги от своей структуры без личного участия, практически без личного участия. Вот я сейчас целегодно был в Баку, у меня там умер золотой лев от, ну, не знаю, ты моих ребят знаешь, не знаешь, он был такой видный парень от коронавируса, он сам врач и думал, это не, это, понимаешь, вот, парень очень хороший, очень, просто думал, что сам себя вылечит, просто, и не пошел в больнице, понимаешь, и когда уже пошел, уже было поздно, пневмония, и для меня это такая трагедия, он был пацаном, когда пришел, и неважно, он там, азербайджанец или не азербайджанец, для меня он родной, и он всегда останется родным, такие у нас были отношения, образованный, толковый врач, золотой лев, и вот, вот, сейчас он уже с одним бриллиантом, мама родная, как он умный, вот, и, конечно, это все тяжело, конечно, это все трудно, но он когда-то пришел ко мне и сказал, говорит, имзарий, я смотрю, я могу больше, я пойду там свое, я говорю, молодец, давай, я говорю, ты все можешь, а то, что ты не можешь, я всегда буду рядом, дай людям волю, дай людям возможности, чтобы они это создавали, не подталкивай куда-нибудь, чтобы они, они должны уходить с удовольствием, поэтому, а я, кто думал, что будет вирус какой-то, который изменит весь мир, а кто думал, что можно будет по интернету вот так работать, три года назад, два года назад, как, не, а интернет, там, телефон, появились на фоне, да, круто все, и все, разговаривать только можно, какие-то игры можно, а сейчас все по телефону случается, то, что я знаю сегодня, завтра он может быть вообще не востребован, а он будет современным человеком, дай ему возможность, он должен думать о том, то, что я дал, что он прибавил, он должен создать свой бренд, если он хочет, я помню, в каком классе, я не помню, но, теория Дарвина, теория Дарвина, рисунок, большое дерево, потом маленькое, и там было написано, я всегда это запомню, под большим деревом другой большой не вырастет, это правда, то есть, замечали, наверное, на природе, есть большое дерево, то, что внизу, то, что второе, оно маленькое, оно не вырастет никогда, потому что большое больше будет расти, хочешь, чтобы он вырос тоже почти все отдай ему пустом пусть он сам станет но подерживать контролировать не свернули он куда-нибудь и так далее так далее потом м зале наверно вопросы задаете наверно будут одни из последних вопросов сейчас команда кстати давайте сделаем такой момент если у вас есть какие-то вопросы вы можете их написать я их прочту и может всех тех вопросов которые вы будете писать выберу там один-два мы зададим такие прям быстрые короткие вопросики и счет меня волнует момент вашей организации во многих странах мира вот как так произошло может дайте какую-то рекомендацию лидерам которые сейчас на эфире мы тоже хотим чтобы у нас бизнес был как и у вас в разных странах вот я знаю что вас турции серебряный лев вот там разные страны возле грузии как так произошло то есть вы в каждую страну сами ехали или у вас как-то появились вот какие-то рекомендации конкретно лидерам по международному бизнесу нет международный бизнес он он может двух случаях твой человек куда-то уехал и так что-то создал или ты сам поехал и сам ты создал и сам ты там все обосновал но я помню это было может пятнадцатом году или шестнадцатом в общем мы были в китае президент вышел и сказал не кладите все яйца в одну корзину лидерам сказал что может вы подскользнулись корзинка все яйца поломались в одной корзинке у тебя то есть а я просто это вот хотел наверно услышать потому что я люблю ездить выезжать уезжать путешествовать создавать бизнес это разных странах и так далее так далее и тогда я подумал во первых а вдруг там закрылась ну по каким-то обстоятельствам страна запретила или что-то случилось не знаю не предвидение обстановка то есть у меня бизнеса нет тогда получается я остаюсь без хлеба да это раз и тогда мне это слово понравилось развивать бизнес разных стран а это раз во вторых а дело в том что я лучше работаю это я вам по секрету не у себя дома когда все сам я чем например когда меня дома нет то есть чем это я объясняю то друзья то какие-то торжественные всякие там приходи уходи гости друзья там куда-то зовут время отнимают я не могу всем сказать нет я занят нет я занят я работаю не могу для мамы не могу для жены не могу для детей не могу туда не могу друзей не могу все уехал и спроса нет то есть я больше эффекта эффективно работаю когда когда меня нет дом это второе и третая знаешь я давним-давно не знаю кто как сейчас это услышит научился обставить себя осознанно неловкое положение ребята научитесь ставить себя неудобно неловком положении вот я поехал например вот я поехал например в италию поехал я в турцию неважно я же должен взять деньги эти деньги и дело еще не в деньгах время я забрал время время которое должен проводиться своей семьей это же я понимаю заранее осознанно но я это делаю все равно я должен в хорошем хорошем смысле это время зато потом спокойно сколько хочу проводить со своими детьми которые всегда хотят чтобы я был рядом поэтому я осознанно это выбираю осознанно ну плюс еще есть один фактор я люблю друзей чтобы они у меня были в разных странах чтобы кто-то меня писал на незнакомом языке я потом транслайдером переводил ну я люблю такие вещи но самое главное есть четыре важных нужных фактора у сетевого бизнеса большой чек равняется ширина глубина скорость и география если какой-нибудь из них отсутствует у тебя большого стабильного чека не видать все эти четыре факторы нужны большая глубина большая ширина я последний подписываю людей вот недавно у меня появился очень активный человек а почему я сейчас говорю об одном человеке до этого были моменты тоже но я не считаю свое драгоценное время потратить на этом человеке потрачу если некуда девать это время но первым долгом мне надо рационально потратить свое время дело не в деньгах еще дело вот я два года где-то поработал а потом уехал все развалилось а там меня уже практически не было как будто то есть я вот подписал человека а недавно в соседной стране ближайшие то есть я больше сейчас склоняю той мысли что я поеду его там до какого степени подниму и так далее так далее считаю что это будет правильное вложение денег и времени вот но возвращаюсь первым до этого вопросу если ты не уверен в себе своим брендом если ты не уверен том что то что ты умеешь сам с этим ты справишься на в этом чужом рынке для тебя тогда не стоит ехать никуда поэтому надо создавать свое думай можешь никому не рассказывать ну можешь рассказать спонсору или там нужному человеку но у тебя должно быть что-то конек какой-то свое должно быть я могу также одинаково разговаривать что столько что с итальянцем что грузинам мне все равно люди везде одинаковые просто у них разные вероисповедания на разных языках разговаривают всем что-то нравится что им что-то не нравится вообще было прикольно когда я сергеем любви нам разговаривал это работа в турции но там закрытые женщины они не общаются с мужика я не знал он говорит не подходи я подошел послал куда-то до сих пор иду но все хорошо зато урок он говорит не подходи я говорю я смогу подойти подошел и она там в общем такой шум поднял ничего нормально зато есть опыт международных и уже супер круто Эмзааре большое спасибо давайте тогда вот прям очень быстро наверное ответим на те вопросы которые написала команда и мы будем делать финал такие наверное будут короткие моменты чтобы больше не занимать потому что я знаю что у вас есть тоже и свой тайминг как бороться с ленью был такой вопрос интересный да вот кратким вопросом кратким ответом как бороться с ленью я могу вам сказать что я достаточно ленивый человек недавно я читал я не помню у кого читал короче говоря оказывается ленивые люди придумывают все хорошие подряд то есть если кто-то ленивый этот бизнес для вас ребят вот я свою лень ленивость проявляю сегодня на сто процентов почти до сто процентов знаете вот когда-то может я не хотел работать на дядю когда-то может быть я не хотел а что-то лишнее там пробки стоять я уже забыл что что называется пробка или я забыл уже городской транспорт что такое это благодаря тому что я очень ленивый человек не ленивый человек все там это терпит терпит работает 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 усердно ты поработай усердно работает те которые работают усердно они есть бедные люди только усердно работать хорошая жизнь не создает могу сказать вот поэтому я могу сегодня проявить лет вот владимир николаевич не вместе пожили сейчас турции на велосипеде он катался по утрам меня было лет я говорю я не хочу вот смотря как проявляется ли смотря то есть есть небрежность есть ли есть если человек физически не хочет так двигаться но и думать не хочет как улучшить свою жизнь но это уже там плевет по течению и это но не знаю ли это не не трагедия хочу сказать это не трагедия потому что его ленивость приведет его до какой-то границ которым он мириться не может и не будет и заработает задергается но если человеку все равно даже есть много таких людей работают 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 но извини они даже им лент зайти потом ваню что искупаться это разные вещи это вот скажешь вроде что человек не ленивый там работает да но на самом деле смотря в чем проявляется поэтому поэтому лень это не трагедия не всегда плохо супер важен ли пример личный но для команды это вот без всякого сомнения да то есть ребята тут нету 2 ты посерединке или неважно если там про лень ими говорит что-то там какое-то оправдание ну как я могу сегодня кому-то сказать типа напиши список знакомых если сам не написал или вот проводить там какой-то вебинар если сам не сделал но это не обсуждается даже ты должен быть примером и я не говорю во все ты должен быть ты должен быть очень внимательным начеку вот иногда вот я слышу вот я лидер то знаешь вот это не хорошие вещи не хорошие слова другой должен сказать мой лидер мой спонсор поэтому всегда надо биться на высоте всегда надо быть на высоте сколько бы у тебя не было человек а сколько из вот сколько какая вот ты уезжаешь куда-нибудь потом откуда-то куда-то звонишь и говоришь пожалуйста вот это вот так проведи вот эту школу сделай вот это он должен настолько тебе уважать из-за своего личного примера я же не могу кого-то пугать сегодня заставлять но они знают что ко мне есть уважение кстати это уважение до тех пор пока ты на высоте пока ты когда ты круто спасибо спасибо вам зари будет последний вопрос какие самые важные моменты для развития команды и себя в бизнесе вот это будет будет замыкающий вопрос сегодня на афере спасибо тем кто задал вопросы первое я уже сказал это личный пример чего я больше всего ненавижу на этом свете когда меня кто-то жалеет мне не надо жалеть у меня есть от бога все что есть у нормального человека слава богу две руки две ноги обаяние ухо глаза видят нюх запах слышу все хорошо зачем мне жалеть тебе не должны жалеть а тебе должны уважать это железно это первое и и пусть ты сделаешь плохо пусть ты сделаешь пусть все поймут что ты ошибся ты куда-то направил свою команду а потом выясняется что вы ошиблись ты или не театрами они тебе этого простят ничего певает такой мини боги и люди имеют нам свойство на ошибаться но люди не прощают манипуляции обмана вот это не должно быть зато я же тоже пострадал за тоже я я же шел вместе с вами они тебе это простят но если ты их направил куда-то если ты за временную выгоду три копейки потерял на всю жизнь этого человека то есть не бойтесь ошибок желательно их не допускать конечно и так далее так далее я не говорю что это хорошо но твоя команда всегда тебе это простит но обмана тебе не простит если вам кто-то навязал на голову что-то и ты соблазнился и не могу увидеть правду и ты сама жертва так скажем они это тебе простят но если ты осознанно что-то делаешь они этого тебе не простят надо быть честно надо не бояться завтра нельзя брать иначе ты еще будешь или ты признаешь что ты набрал вчера и ты не знал чему это может привести или тебе надо еще круче обмана придумывать более крутую обман и рано или поздно это окончается поздно плохо вот надо быть честно это очень трудолюбивыми виду примером и порядок это очень важно перед своей структуре надо быть и справедливе но может ты не обманываешь но ты несправедлив твоем бизнесе пусть будет даже твой брат если он не про значит он не конечно преподносить там разные технологии грубо не грубо там обходительно намекнут через кого-то это разные там технологии но надо быть справедливе надо быть самокритичным иногда очень важно пить ребята я вот ошибся ну там всякие там потом не обязательно извиняться кстати чем изменяться лучше сделать комплимент и надо извините просто скажи какие у тебя красивые глаза он сюда входит и извинение и как два в одном круто круто м заре я очень сильно благодарен вам за то что вы выделили свое драгоценное время для нашей команды знаете сегодня получилось какое-то такое интервью очень искренне ну наверное потому что вы именно такой человек я вам очень сильно благодарен потому что я уверен что каждый сегодня на эфире я в том числе да то есть я списал немножко здесь инсайтов вот взял для себя очень многого я вот наверное главный такой момент надо быть простым лидером искренним как вы тогда точно можно будет сделать такой бизнес вот так как у вас это очень круто я еще раз вас благодарю за то что вы согласились я немножко не ожидал что все таки у нас получится эфир очень большое спасибо команда в чате напишет фидбэк я немножко вам по сбрасываю чтобы вы тоже увидели вот ну вам сегодня хорошего дня а мы мы включаемся в работу у нас стартовал ну и у вас в том же числе февраль вот и у нас цели по команде делать рекорды вот и дали и дальше делать рост нашего бизнеса передаем вам всем и вашей семье привет ждем вас в украине вот будем вас встречать от вино можно ну можно как прошлый раз а можно просто и целое и у меня тоже есть такое пожелание ребята вот для вас не важно сколько нам с вами лет не важно кто на каком статусе не важно у кого сегодня какая зарплата какие проблемы это не важно важно что мы с вами не сдавались мы с вами не смирились мы с вами знаете вот шли период почему сейчас мне так приятно это спасибо вам кстати не благодарит просто вам спасибо что у меня есть такая возможность пообщаться с вами и иметь свои ну в своем списке друзей тебя саша и твою команду твоих я знаю что я как-то смогу запомниться с хорошей стороны и любое время мне особых приглашений не надо на самом деле я человек простой но не простушка говорят не особо не особо каких-либо приглашений и предложений условия не надо я человек простой и есть время я сегодня и давно уже сетевом бизнесе не потому что там деньги не деньги я без денег конечно работать не буду но я получаю огромное удовольствие от того что я общаюсь с такими замечательными людьми потому что потому что я верю что кто-то где-то будет вспоминать что я где-то оставил хорошее ощущение впечатление мнение и с радостью всегда с радостью вот то что ты писал там школу я не стал тебе сразу писать что ну типа этот вирус там оно сейчас очень модно для всех и немножко с опозданием но всегда с удовольствием тем более вот такая молодежь который уже хочет жить хорошо и старается и за вами идут люди это два раза плюс вам когда вот такой молодой за тобой идет человек возрасте например два раза больше атом стажем опытом и тогда это вы очень очень выросли да поэтому спасибо вам всех благ вам мир на вашей земле чтобы мы смогли ездить друг другу я как-то вот тебе написал тоже что я проводил без закалказские хорошие времена вот и прибалтики приезжали целая команда там они захотели вот и обязательно сообщу друзей это красиво всем нравится хорошие места можно просто делать я каникулы делал с плотникова его командой тоже у них молодежь много а его но плотников ребята были санкт-петербурга с белоруссии били мы можем так говорится запланировать у нас было для 6 звезд и вещи все старались и делать пошли хорошо и плюс то есть мы можем все это кто думает сегодня глобально вот запланировать стой бог я не думаю что всегда так будет все вот и приехать на ваши мероприятия век нам гости приехать сейчас тем более украинские грузинские вот эти отношению не отношения дороги не так дорого можно там вот позволить себе и все то есть все впереди все хорошо все прекрасно вот поэтому то что мы сегодня верим это правда а то что завтра нам захочется это тоже правда поэтому позвольте себе думать глобально думать хорошие думать думать позитивно вот избегайте людей которые ничего взамен не дают только вот вирус там у нас убьет никто никого не убьет я всегда говорю если беда должно прийти это все равно придет зачем заранее векали в глаза вот зачем заранее все по-другому представляете плохой сторон с хорошей стороны ладно всем удачного дня если вы хотели услышать то что если я сказал то что вы хотели услышать не очень приятно если нет ну следующий раз следующий раз верим то что будет но не при том условии нам точно все понравилось м зале большое вам спасибо вам хорошего дня и мы к вам грузию приедем в любом случае у нас такие цели есть и грузия красиво обязательно ладно ребята удачи вам всех благ мне было приятно очень приятно с вами пообщаться поэтому поверьте видеть вас не будет тысячу раз красну счастливее меня с удовольствием будет возможность пообщаемся да спасибо вам спасибо